тихая улочка друзья в саннивэйли тихая пока что шумная не поедет ну и на ней open house пойдем посмотрим на open house мы ничего не знаем мимо ехали что там сколько чего ничего не знаю милая крылечка такое не знаю тут может столик поставить чай пить хотя не очень принято надо сказать где-нибудь в других местах у нас тут не очень так принято ну что дали нам флаер домик старенький тут подванивает миллиона не хотят 999 888 это видимо китайцы продают типичная манера ставить цену 888 китайская что мы знаем про дом 1040 футов три бедрума два туалета это неплохо это неплохо ну что давайте посмотрим он конечно старенький я думаю не сделано для таких как ты для таких как наша света друзья дом совершенно да он стоит миллион и тут есть чем заняться так скажем этот домик в котором есть чем заняться потолок невысокий ну что это друзья это типично светин вариант я вам скажу немножко такой обшарпанный то есть сказать например что в него можно заехать и жить это было бы большим преувеличением все такое старенькое ой 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 так так nis Что случилось с владельцем? Она умерла в дом 3 лет назад и умерла там. Так что дети... Я имею в виду. Она умерла в дом 3 лет. Спасибо. Она умерла в доме. Три года дом был не заселен. Вот он говорит, что вот это все пристроено с пермитами. Это достройка, пристройка. Walk-in closet. Так, туалетик. Надо сказать, что туалет здесь, может быть, лучшее из всего, что было в этом доме, потому что, наверное, это было пристроено позже, чем все остальное. Дом 42-го года. Thanks. 5200. Okay, thank you very much. Значит, 5 тысяч квадратных футов лот, то есть 5 соток лот. Давайте я туда уйду. Конец самый. И оттуда покажу. Да. Ты, Света, очень точно сказала, что этот человек умер. Я не знаю почему. Это сразу чувствуется, да. Нет-нет, я тебе скажу почему. Прямо в том, что там нет ступенек у входа, а там такой трэмп, чтобы съезжать на инвалидной коляске. Ты знаешь что, на самом деле мне этот дом нравится. Мне тоже. И я вижу в нем что-то такое. Нет, тут потенциал замечательный. Так там еще и спереди потенциал, и сзади потенциал, а его все равно уже переделывать. Да. Ну, в общем, не знаю я. Вот так ехали мимо, друзья, вот так это и бывает. Едешь мимо. Это классно, классно. Да. И здесь, в общем-то, не шумно. Нет, здесь хорошо. Хорошо, хорошо. Понимаешь, по сравнению с тем, что мы только что были. Нет-нет, это хорошее. А вот посмотри, у соседей. Единственный недостаток, знаешь какой? Да, да. Я тебе сейчас скажу. Дело в том, что, допустим, достроить его, сделать четыре спальни не получится, потому что гараж на одну машину. Или надо переделывать именно весь дом. Не разрешат просто. Они просто не разрешат. Но там есть, ну опять, нужно сделать то же самое с ним, то что мы делаем на Барегас. Да, да. То есть вот такого масштаба перестройка. И тогда это будет просто классный дом. Ты посмотри, что у соседей. Вот, друзья, я пойду сейчас по шпионю немножко за соседями. Посмотрите, как бывает у людей. Тут забор такой невысокий. Вот мы с вами можем пойти и посмотреть. И вот, может быть, домик ничуть не хуже этого, мне кажется, цвета. Как считаешь? По ширине участка он такой же, как этот. Нет, но тут и есть потом салты. До того забора. И очень классно, что он нетронутый, понимаешь? Дело в том, что с ними можно поторговаться. Может быть, они отдадут еще его дешевле немножко, да? А с чего дешевле? Ну, еще раз, не знаю. Потому что не все хотят перестраивать его. Да. Вот. И подержать его пару лет, а потом перестроить. Профессиональные контракторы берут сильно дешево. То есть в таком состоянии, когда люди уже заезжать не хотят. А как только появляется кто-то, кто готов сам в этом жить, то он уже дает лучшую цену, чем дает контрактор. Потому что контрактор зарабатывает в момент покупки в основном. Еще раз. За счет этой цены. Это не понравилось тут. Все. Ну, видишь, тут народу много. Работает с этим. Ну, все, знаешь, он с улицы симпатичным смотрится, а когда заходишь, очень вонючее все. Ну, три года он стоял пустой, понимаешь? Ну, неважно. Просто если люди захотят жить в нем, то это не... Дерево надо сносить, конечно, вот это. Почему оно не мешает? Ну, а если расстраиваться будешь? Ну да, в принципе, вот до этой линии. И дерево такое, как бы, просто дерево. Ну да. То есть оно не... Нет, ну тут все, потенциал хороший очень. Действительно, оно по-дурацки. И вокруг здания поприличнее, вот я смотрю. Да, да. В основном. А давай спросим, насколько они не грошат? Чтобы этот дом привести в чувство. Сколько надо денежки положить? Ну, его надо по большому счету в чувство приводить. Да, ну сколько там? На полмиллиона работы? Ну, не меньше. Ну, то есть в районе полумиллиона. А может быть не меньше немножко? Потому что, по сравнению с нашим домом, тут все-таки не так много ломать нужно. То есть тут нужно достроить кусок спереди, кусок сзади, а дальше внутри уже, внутренне работают переделки. Может быть, даже меньше. Ну, 400 тысяч. Ну, да. Ну, то есть... Но зато это будет шикарный дом. Если в него положить 400 тысяч, то все это будет стоить уже не миллион, а что-нибудь. А два. Ну, в общем, друзья, вот такая вот дилемма. Вот это, друзья, то, что вы видите, это много-много бизнес-карточек. Что это значит? Когда приходит агент, другой агент со своим клиентом, он оставляет карточку, типа, я здесь был. И риелтор, который продает, знает, кто к нему приходил. Вот можно знакомиться с девушками симпатичными. Смотрите, видишь, девушки симпатичные. И часто вот к риелторам на опенхаузы приходят люди познакомиться. Где-то найдет на веб-сайте и давай знакомиться. Ну, мы поговорили сейчас еще с риелтором. Да, я хочу сказать, что они только одним и такие Да, и Света подкатывает к риелтору и говорит там... Да, он ожидает, что они за миллион триста продадутся. За миллион триста. Да. И, ну, миллион триста – это уже дорого. Ну, миллион триста – это значит, приедет кто-то, положит там 400 тысяч. То есть, получится миллион семьсот. И дальше он так и будет стоить там своих денег и можно в нем жить, например. То есть, на вару… Ну, это уже так неинтересно еще. На вару на продажу, вот эти флип делать, это тут уже потенциалу не будет. Это вместо одного флиппера, да. Да. Ну, что же, спасибо этому дому.